Девчонки подарили котелок У него обзор. Посмотрим, какой он внутри, сколько в нем будет по времени закипать вода. Есть мы пока в нем варить ничего не будем. Мы просто сегодня закипятим чайку, попьем его и посмотрим, что из этого получится. Вот этот котелок мне подарили на день рождения. То есть вот такой он прикольный. Сейчас я подвину газовую горелку. Вот именно этот котелок. Второй котелок я уже купил Сереге. Да, вот такой у нас интересный обзор котелка с котом. Ну, многие знают, что снимается с него эта штучка. И там все это внутри выглядит вот так. А это получается типа такой сковородки, на которой можно что-то пожарить или погреть. В общем, такая интересная конструкция этого котелка. Сейчас я попробую просто закипятить водички в нем и вот в этой штуке заварить чай, так как мы в этот раз чашки не брали. И посмотрим, как он удобен в эксплуатации. После, кстати, того, как я ее перебрал, она стала отлично работать. В этом плюс. Хотя я никогда газовые горелки не разбирал. Берем водичку в бутылке из-под пепси. Сколько нам надо? Половину, я думаю, да? Думаю, да. За глаза наливаем. Газ видно, что горит, да? Ну, вот я думаю, половины нам хватит. Ставим. Да. Ставим на огонь. На огонь он ставится вообще тоже классно. Это у него вот так держится. Ствол тут немного кривоватый. Поэтому уж поставилось, как поставилось. Даже можно газ чуть-чуть убавить, чтобы он был больше подэт. Все. Ждем, когда закипит. А так, я думаю, что в нем хорошо запаривать гречку. Целого вот этого нам вдвоем за глаза прыгает кот. что-то. В общем, отличный котелок. Это котелок Сереги. Это котелок мой. Новый стереот. Свети и Яне огромное спасибо, что они мне подарили на день рождения этот аппарат. И четыре баллона газа, которого мне хватит почти на все лето. Я надеюсь, что всем видно, что вода потихонечку начинает закипать. И скоро мы зальем чай. Вот в этих, как я их уже назвал, сковородках. А тем временем вы можете видеть, как у нас закипела водичка. Опа. Все. Завариваем чай. Ты знаешь, что я обнаружил? Что у тебя валяется с прошлого года вот этот чай. Да. С прошлых вывозок. Поэтому, я думаю, мы заварим его. Он поприкольнее. Где-то должен быть второй, но я его что-то... А, вот он. Не наблюдаю. В общем, как вы видите, я ее могу держать спокойно рукой. Пару ее не нагрел. Пока я выключаю нашу горелочку. Горелочку, видно, что она горит? Да. Так, он куда там полез? На крышу хочет. Все. Это я выключил. На крышу запрыгнул. Залез. Ну, подходи ближе. Будем смотреть, как удобнее налить отсюда. Вот, налить придется как-то вот так. И это более-менее. Ну, это не совсем удобно, как ты видишь. Да. Вот, дригается. Дригается, да. Так как она горячая, рукой я ее голой взять не могу. Ну, тоже надо. Ну, в общем, как-то... Оп. Ты сам понял, что это было. Поэтому, это будет твоя кружка. Ха! Ах ты! Эх ты! Да ладно, я шучу. Кот там шумит, я слышу на крыше. Сними поближе, как тут заваривается чай. Вон он где. Я заметил. Ну, все, пока выключай. Вот наш чайок и заварился. Да. Если его видно, то вот он. Там кот. Нормально. Правда, он уже остыл. Будь здоров. Как говорится, расти большой. Куда уже больше. Выше меня. В общем, отличные котелки. Можно ходить в лес без чашки. Можно, да. Используясь это блюдце, как чашку. Можно его вот так, даже где-то. Как это, вот так вот блюдце берут, наливают от речей, вот так. Это называется пиалка. Пиалка, да. Фиала. Так у нас вместо фиалки вот такие вот... Как ты не скажешь, сковородки. Да. Чашка больше не нужна с собой. Кот, где там эти лапки? Что ты, кот? Интересно, что тут без тяга, говорится, пить. Отлично. Это вот твой котелок. я уже их начал по дну отличать. В общем... В общем... Отличная миска. В следующий раз мы попробуем здесь зажарить яйцо. И посмотреть, что из этого получится. Капец, это конечно. С места в карьер, как говорится. А что? Ну, нафиг. Пакет выбросит просто. Нет, вот сюда. Потом посмотрим, где у них здесь мусор и выбросим. Может, у них яма где-то выкопана. Кстати, да. Где? Да, вот. Подожила. Ну и ладно. А на этом всем пока! Общество Wow... banca, way back. �명 и лошадиу, где-hoo? Вык, ли у него вода. Выkill? Weking Вот так.